Всем привет дорогие друзья! Я очень рад увидеть всех-всех в новой серии прохождения планетарного боя под названием Трезубец в игре Космические Рейнджеры 2. Карта мне показалась на удивление быстрой и простенькой, она очень приятная в этом плане. На карте у нас всего два противника, Келлер засел с этой стороны в ущелье, а здесь сидит у нас Террон. И собственно карта состоит из узких проходов, что это значит, что она просто создана для использования огнемета в ручном режиме. Этим мы сейчас и воспользуемся. На старте нас окружает Келлер, с этим к сожалению ничего сделать нельзя, эти роботы погибнут, но мы сейчас за все отомстим. И я покажу вам как. Подстраиваем огнеметчика, конечно же Динамо, конечно же Антигравы. Не заметил здесь, чтобы меня особенно глушили с разрядников, поэтому я так и делаю. Очень просто. И как видите, все отлично прожаривается, никаких неприятностей. Все, даже потеряли всего отнутри рели. С помощью огнеметчика достроим мы сегодня ремонтника, это будет полезно, потому что конечно же огнеметчик урон будет получать, без этого никак. Идем сразу на нижнюю сторону. Здесь Келлер скорее всего сейчас поедет к Тирону. Этим мы и воспользуемся. Левая сторона нам нафиг просто не нужна, абсолютно. И что будем делать, пойдем ломать вот эту вот легкую пушку. Сделать это довольно таки просто, ничего сложного. И тут же встаем на захват, потому что начала строиться тяжелая пушка. Ну нам прочности хватит, поэтому я с уничтожением самой пушки как-то особо-то и не тороплюсь. Ну вот, хватило ровно-ровно прям. Келлер на нас никак не реагирует, но он в теории может конечно это сделать, тогда взятие этой стороны у вас немножко замедлится. Это будет неприятно. Но здесь у нас, к счастью, такого не произошло. Так что все отлично. И вот Келлер, вижу, среагировал, так что пора, пора. Пора, пора, пора. Это немножко из другой истории. Не успевает он нам ничего сделать, а значит продвигаемся еще больше вперед. Мы сейчас ждем 200 энергобатарей. Почему 200? Потому что там есть возможность построить клевого робота, который нам поможет в захвате. И все, Келлер, смотрите, считайте здесь абсолютно заперт. Ремонтника чуть поодаль, где-то вот здесь на бережку. Это будет здорово. Прожарим пока ракетницу, пока тут делать нечего. Немножко криво я конечно полыхнул, но бывает. Бывает. Значит здесь высовываемся, даем полный залп и уезжаем. Пора сваливать. Нечего нам тут Келлера кормить. Строим нормального боевого робота. Вот вам нормальный робот, 2 плазмогана, ракетница, разрядник и динамо. Антиграва, все. Больше для счастья ничего не нужно. С ним мы сейчас здесь соединимся. Отобьем нападение, которое к нам придет. И соответственно будет все уже значительно проще. Конечно, он в моем предыдущем прохождении там не достраивался, но вот сейчас что-то он решил это сделать, видимо. То ли ресурсы у него остались, то ли что, не ясно. Кстати, смотрите, нет, он пошел в сторону Тирона. Вот, молодец, все правильно делает. Все делаешь правильно, продолжай. Мне все нравится. Огнеметчик почему-то решил постоять на месте, это он неправильно. Так нельзя. Ну и опять-таки дожигаем ракетницу. Келлер может быть сейчас вернется на свою базу, но будет уже слишком, слишком поздно. Решает он тут построить легкую пушку, но никак ему это уже по секрету скажу не поможет. Просто полный залп по пушке и ничего не получается. Здесь, конечно же, сразу захватываем базу, конечно же, огнеметчиком. Кем же еще? Он у нас самый дешевый, считайте. И все, не успеет здесь он ничего построить. Взамен огнеметчика того, который был, достраиваем еще одного. И ракетница не успела достроиться. Отлично. Так же и продолжаем в том же духе. Келлер, кстати, смотрите-ка, захватил базу Тирона. Молодец, справился с этим. Ну, с Тироном грех там не справиться. Он довольно простой. Что видим здесь? Видим, что Келлер решает зайти с левой стороны, совершенно игнорируя наше наступление. Ну. Заводы я захватываю, чтобы у Келлера не было возможности достраивать там турели, которые мешали бы мне ходить. Чисто по этой причине, а не по причине того, что мне нужны ресурсы. Ресурсы мне здесь, напротив, абсолютно не надо. Ну как, кроме тех, которые на роботов, которые уже существующих, потрачены. И таким же нехитрым образом мы сейчас здесь продолжим. Смотрим, куда-куда идет Келлер. Что-то он... Ерунду он какой-то там делает. Я ожидал от него какого-то более серьезного сопротивления. Смотрите-ка, здесь пушка до нас и не достреливает в итоге. То есть, как бы ее даже не обязательно уничтожать, но вот зачем-то он туда струю все-таки выпустил. Ну что же, ему уже хуже. Сейчас мы себе достроим здесь подкрепление, соответственно, еще одного боевого нормального робота. И это шлема вот сюда. Теперь самое-самое время взять огнеметчика подручную и прожарить. Никаких сложностей, абсолютно. Смотрим, далеко ли он. Да нет. На самом деле здесь и двумя роботами вполне реально все сделать. Даже третий не нужен толком. Просто праздник огнемета у нас сегодня. Жарь не хочу. Отлично, отлично. По-моему, не вся струя, кстати, с огнемета-то долетела. Ну и все дальше уже можно выдвигаться все вместе и вставать на захват. Кстати, если мне правильно видеться, то там стоит кейлерский партизан. Вот в этой области он бы нам мог замедлить захват. Я его на миникарте вижу, а так что-то не вижу. Поэтому я здесь, наверное, дострою боевого робота и отправлю его на программе атаки. А то бы нам он захват просто перебил. Все, здесь полный порядок. Идем огнеметчиком. Ну и, конечно же, боевым роботом. Ой! Я прям своего задел. Молодец я. Ну ничего, нас здесь хватает прям-таки ровно на захват. Партизана мы, кстати, по-моему, забрали, который там был. Что ж, друзья, таким вот было прохождение нашей сегодняшней карты. Надеюсь, она вам понравилась и было полезным. Ну а если так, комментируйте, говорите, что думаете. Мне будет очень приятно. И это отличный стимул снимать новые серии как можно чаще и делать их как можно лучше. А для тех, кому особенно нравятся планетарные бои, всегда есть возможность поддержать любимый канал Денежкой по ссылке в описании, чтобы все было еще чаще. Что ж, на этом мы пока нашу серию завершим. А я жду вас как можно скорее в новой серии рейнджеров. Пока-пока, друзья!